Данное видео создано в развлекательных целях и после этого начинаю так вот плавненько вести. Да, а ты в этом мете что-то скажешь. Все показано сегодня по-другому. Требу! А мне семечек! А мне! Здравствуйте, ребятки! С вами Мастер Спорта по расхищению кормилич Требух. В прошлых двух выпусках мы с Димой заработали 26 тысяч рублей на находках с помойки. А сколько в этом выпуске? Чтобы это узнать, нужно досмотреть видео до конца. Плюс в конце мы нашли такую находку, из-за которой мы с Димой чуть в тюрьму не отъехали. Так что всем приятного просмотра. Кормилич Требуха! Вы на сухаты! Лесил, дурак! Ты что творишь? Ладно, Тим, но мы же все равно прибыль на ПП делим. Просто по ногам нахер наступать. Ну извини, я случайно. Обалдеть! Какой тут запас фонариков с кормилицы? Так это Икс Фаер. Какой-то с драконом. Это электронная сигарета старая, капец. Аккуратно, только не карантин. Охренеть! Тут такие ралитетные находки. Фонарички вот эти вот купят по 50 рублей. Компас Адрианова. Хорошая штука, кстати. Вау! Даже радиоактивный чуть-чуть. Радиоактивный? Да. Компас радиоактивный. Работает в ребятке. Выносная розетка 12-вольтовая. На самокат можно прибыль. Реплей. Реплей? А, так это шляпный этот ремень. Это, во-первых, старый ремень. Какой-то он советский еще. Это нет, это старые ремени. Вот эту штуку купят. Блок питания, сосунг, смотри. Максей вторая или первая? Вторая. Ребят, зарядка для макбука эпеловская. Подушатанная, но починить ее можно. На 45 ватт оригинальная. Зарядку Дима себе оставит. Вот это вот все. Компас. Вот эту штуку себе оставим. Короче, компас. Фонарички. Что тут еще есть? Вот эта зарядочка автомобильная. Разветлитель. Рублей за 50 продастся. Компас 200 рублей. И фонарики по 50. Вот столько выходит и в копилочку улетает. Нормально помоечка дала. А, так тут еще разветлитель. Это еще плюс 50 рублей. Нормально так. Вот это вы нас с хаты, я понимаю. Тут еще он и насос есть. А где от него насадки? О, чехольчик такой купят. Тут еще рюкзак. Давай рюкзак осмотрим, Димочка. О, оригинальный конверак. О, ес. Конверсы. Так нифига себе они в каком состоянии. Оригинальные. Размер 37. Вот такие конверсы, ребят, продадутся. За рублей 400 спокойно на Авито. Потому что они как новые. И смотрите, какая расцветочка уникальная. Такая редкая. Они как новые, ребят, вообще. В идеале. Оригинальные 100%. Это плюс 400 рублей в копилочку, ребятки. Так, может тут продолжение. О, так тут вещевидная кормилица. Вещевидная. Джинсички. Хорошие, ребят. Такие рублей за 50, за 100 продадутся. Раз пара. Два пара. Вот тоже хорошие джинсы. Ну, короче, считаем. 100 рублей за одну пару. Тут 4 пары. 400 рублей. О, вы нас с хаты. Да ты подробляешь. Медь сломал. Фэн вонючий. Ну и теряйся. И мой деняк. И деняк. О, вот это мне надо. Опа. О, какая-то сумочка в чехольчике. Ой, там помадки выпали. А, так это косметичка. А, нифига себе. Так это хорошая вот сумочка вот эта вроде. Вид у нее, ну, шляпненький. Так, а эта помадка продадастся она. Продастся. Эль Сел Лоран бренд. Так, а вот эта? Вот эта помадка тоже целенькая. Так она тоже продастся. Это я беру. Все за копеечки продастся вот эта. Стой, Дима. Вот этот же чехольчик. Я же говорю, что он продастся. За 10 рублей? Да, за 10 рублей берем. Вот эта тема мне нравится. Да, Дима? Вот это вот. Вот это вот дрочильня. Вот эта дрочилка. Это для пениса. Оп, прихуячил и погнал. Это моя терка. Палка-цеплялка. Ребят, до этого не снимал. Зацените, какой чемодан нашли. В принципе, неплохой такой. Может, даже кожаный. Ты куда хочешь? Накорми лица. Подожди меня. Дай я чемодан покажу. И в чемодане была вот такая шапочка прикольная. Тибетеечка. Мы ее себе оставим. Носки вот нам с Димоном. Вот такие вот шляпетки вязанные, которые за 100 рублей можно будет продать. Так что 100 рублей в копелочку, они идеально целые. И тут всякие мешки, чехол для бритвы. Кстати, у тебя похожая бритва. Ну, короче, одна шляпа. Кормилица. Пахучие. А что вот это? Вот, смотри, что я там достал. Ничего себе. Вот блюдечко тоже купят. Ключик какой-то китайский. Коробочка интересная. Что? Чего? Как тебе такая подходочка? Ебало! Ебало! Ребята, я в шоке. Охренеть. Дим, я просто ваххах. Пиздец. Я смотрю. А? Стоек столько, блин, покупал. Да это пиздец, реально. Это целый ящик их, что ли? Да ну нахер. Это с кого-то вейпшопа, походу, выкинули. Вот, видишь, ценники с магазина. Корм, вискос. Ну, это с магаза какого-то, с вейпшопа. Вот тут ценники всякие. Охренеть, ребят. Дим, ты представь, сколько это бабок? Ребят, мы по 20 рублей продаем одноразки бэушные. А здесь их пол вот этого ящика. Охренеть. С манго. Лост Мэри какой-то. БМ-500. Ну, попробуем. Прикинь, оно даже тянется. Серьезно? Да, они даже тянутся. Сама я не парю. Вот, ребят, даже заряженные. Охренеть. Посмотрите, сколько их. Ребят, мы по 20 рублей за одну одноразку продаем. Ну, блин, мне кажется, их тут штук 100. 150, наверное. Да хрена, короче. Я просто в шоке. И элитные, вот, с зарядками. Все заряжаемые одноразки очень ценятся. Вот такие вот, допустим, одноразки не ценятся. Но их тоже покупают у нас по 20 рублей. Там, не важно какая. Но вот эти, вот такие вот, с зарядками, это в самом ходу. Просто капец. Охренеть. Ребят, мы просто в шоке, блин. Ключик, вот эта тарелочка, это просто фигня. Здесь одноразок. Вот, допустим, если здесь 100 одноразок. Одну одноразку продаем за 20 рублей. 20 умножить на 100. Сколько? 2000? Охренеть. Короче, 2000 рублей у нас, считай, уже в кармане на этих одноразках. Так, коробка еще тяжелая. Здесь примерно килограмм 5, наверное, одноразок. Жесть. Вот эта помойка скуривает, конечно. Давай отложим их, чтобы у нас сейчас эти бомжи их не увидели, не отобрали. Не, охренеть. Что тут за вейп-шоп надо будет посмотреть, что столько одноразок выкидывают. Цветы. О, нифига. Посмотри, как охренеть. Так они вообще офигенные. Прикинь, еще пахнут свежими. Ребят, как можно было вот такие цветы выкинуть? Посмотрите. Вид у них прекрасный. Я в шоке с этих женщин. Это ж кто-то тысяч пять, наверное, на эти цветы потратилось, и не больше. Они даже не отстояли, их взяли и выкинули. Захват кормилицы. Наполовину пустая. А что это там? А ну, пакет вот этот подай-ка. Это вынос, какой там вынос. Дорогие кастрюли. Кастрюли дорогие? Да, очень дорогие. Охренеть. Охренеть. Ребята, вы посмотрите, какой набор кастрюль мы нашли. Это просто пипец. Рондал. Охренеть. Вы посмотрите, какие это элитные. Сковородочка вот такая вот. Обалдеть. Покрытие все целое. Рондал бренд. Рондал. Это кастрюли с крышками элитное все. Прорезиненные они. Но, ребят, видно реально, что это топ. Это Диме домой. Мы не будем это продавать. Но помойка очень порадовала. Рондал. Профессионал написано. Рондал. Профессионал какой-то. Это яички отваривать. Здесь вот супы варить. В общем, капец. Тысяч десять вот такой набор бы в магазине стоил. Это чистокровный алюминий. Но мы это сдавать не будем. А ты тут кое-что не заметил. Чувак, я знаю, что в этом мешке. Находки 18+. И причем очень много. Да, по ощущениям. Просто трогаю. А там все вот это вот мягкое. Все эти шарики. Ну, короче, давайте, ребятки, осматривать. Чем помоечка сегодня радует? Топовыми находками. Давно, кстати, такое я не находил. Тут целый мешок всяких штук. Да я не хочу рвать его. Мешок вот этот. Он еще пригодится для перевозки этого всего добра. Ой-ой-ой-ой-ой. Я же сказал. Сейчас я это. А давай перчаточку одену. И будем смотреть. Сейчас сюда все вывалю. Вот чем помойка, ребята, сегодня радует. Вот чем радует. Я просто в шоке. Вот эта шляпа двухсторонняя. Обалдеть. Жесть. Что ты там уже выбираешь себе? К сожалению, на ютубе я это не могу показать. Потому что там есть, ну, как бы, правила. Поэтому все замылено. Полная версия у меня в телеграм-канале будет. Посмотрите, что самое удивительное. В комплекте к этому всему идет вазелинчик. Работает. Прикинь, а тут даже включилась. О, завибрировало. Вот. Делаю приятное кормилице. Он двухсторонний, да. Ребят, заехали к подружечке одной. Вот тут она живет. Вот мешочек, говорит, ее заинтересовал. Сейчас пойду ее ознакомливать с товаром. Но, ребят, буду замыливать. Полная версия будет в телеграм-канале. Говорит, купит этот мешок у нас за 500 рублей. Ну, нормально, че. Кто бы еще бы это купил бы. Сейчас. Короче, ребят, это было просто жесть. Вот показал ей товар с кормилицей отборной. Полная версия в телеграм-канале. Ребят, мы на загородной кормилице. И Дима тут налутал сумку с рыболовным выносом из хаты. Смотрите, какая удочка там была. Правда, это маленькая, но рублей за 100 такую купят. Дай посмотрю. О, нифига себе, это блесна. Рыболовные блесна. Оно все это, да, с крючками. Да дай мне насладиться, Дима. Ребят, посмотрите, сколько блесен. Вот они все зацепились. Это рыбки с крючками или как там, блесна, короче. Вот тут катушечка есть вот такая шляпная. И тут всякие какие-то штуки непонятные. Вот такая блесна, смотрите. Обалдеть, ребята, это все купят. Рыболовные снасти вот эти покупают. Оцениваю этот пакет рублей 300. Посмотрим сразу вот это местечко. Тут иногда складывают что-то такое ценное, оставляют. О, Шанель или Гуччи еще. О, коробка это Аирподс. Так вот он вынос. Стой, 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 остановись, остановись. Не, я не остановлюсь. Сейчас ты прородишь такую вещь, охуеешь. Ладно. Я же говорю там. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот он вынос. Кассио себе вот эти заберу. Тарик. Обалдеть. Зацените, что нашли. Вот такие Кассио оригинальные. 7,27 время показывают. Охренеть. Вообще такие новые стоят уронить 4 тысяч. Дима их себе оставит. Не будем продавать. А продать вообще их можно рублей за 800. Они, офигеть, о, полностью целые. Дай я полутаюсь. Я в бак залезу. На тебе эту проводню. О, это фонарики классные. С такими штучками. Забери, забери. Классные фонарики. Так, ну фонарики это конечно прикольно. Но вот что-то по цене бы найти. Да иди. Я как на раскопках. Надо аккуратно. Ой-ой-ой-ой. Шрубчечки, болтички. О, кэшбэк. 10 рублей. И бита надо это нам. И даже 2 болтичка заберем. О, еще кэшбэк. Рубль. Рубчик. И болтичек. Рубль и болтичек надо. О, Дима. Сим-карта. Тоже пригодится. О, горшок. Детский горшок. Вот это кукла. А что у нее зрачки белые? Чувак, это Аннабель. Кукла Аннабель. У нее зрачки белые. Чувак, лучше бы я ее не трогал. Кукла Аннабель. Ты видишь глаза белые? Короче, за рублей 100 ее купят. Ребят, камера села в самый ответственный момент. В самом процессе поиска находок. Зацените, какой увлажнитель воздуха. Топовый мы нашли. Электролюкс. Только у него корпус немного пожелтел. Но ничего страшного. К сожалению, продавать его не будем. Потому что Диме надо такой увлажнитель домой. О, камера видеонаблюдения. От бренда Alhoa Technology. Вот такая с разъемами. С интернет разъемом. Ну, современная, короче. Пригодится. Себе оставишь или продашь? Мы ее на забор прийдем. На забор поставим. И у тебя во дворе установим видеонаблюдение. Смотри, знаешь, что это такое? Что это такое? О, для камеры. Это усилитель для Wi-Fi вроде. Какого Wi-Fi? Я думаю, это для камеры. Это не для камеры. Ну, короче, какая-то хрень непонятная. От бренда TP-Link. Но, наверное, не дешевая. С двумя разъемами для интернета. LAN, POE, LAN-1. Может, какой-то усилитель? Маркировок нет. Но какой-то роутер. А, вот модель. TP-Link PHA-ROS. Модель CPE-210. Стоит он новый вот столько. Ну, а мы его, я не знаю, за сколько продадим. Может, рублей за 500 купят, если рабочий. Так, а это что? Вот скажи, что это, не читая. О-2, О-3. Это озонатор. Озонатор воздуха? Что это такое? Автомобильный озонатор воздуха. Отчистит, да, типа воздух? Рублей за 100 продадим его? Может, машину оставить. Оставим? Да, это прикольная вещь. Ладно, оставим. Увлажнитель оставим. Короче, много чего оставим. Больше ничего нет? Ребятки, вот она кормилица. Ой, ветрища тут такой сильный, капец. Шляпетки. Кастомные, смотри, их обрисовали. Так это типа кровь или что? Ну, такое не купят. А может, и купят. Что, корзинка? Да она дырявая. Капец, тут ветрища. О, это деда находка. Вообще, по-моему. Да иди, няхуй. Там еще есть. Сука. Да, пацаны, ну, можно было бы как-то, ну, поаккуратнее? Смотри, я пошел. Нифига себе, ребят. Зацените, что мы нашли. Робот-пылесос. Мавито такой стоит 4 тысячи рублей, кстати. От бренда Медиа. Если он рабочий, то это будет просто шикарно. Такой тяжеленький, блин, добротный. Интересный пылесос. Он даже с пылью в комплекте. Там внутри видно всякие датчики. Может, там еще и подсветочки есть. О, нифига себе, так в комплекте еще док-станция есть и блок питания. Такой пылесос, ребятушечки, стоит на авито бушную, я думаю, тысячи три. Но вы можете сами это загуглить. Нет, ладно. Робот-пылесос, модель VTR-15. Цвет красный написано. Где он красный? Ну, загугли его. Робот-пылесос. Три тысячи, пять тысяч. Ну, короче, три тысячи рублей в копилочку можно было бы добавить, если бы это я нашел. Ну, ничего. Обалдеть. У меня серебро просто лежало, прикинь. В коробочке возле помойки. Вот два кольца серебряных с пробами. Ну, это грамм. Это тоже серебро? Ну, вот это бижутерия, вроде как. Хотя на вид как серебро. Два кольца серебряных, короче, ребят. Бижутерские всякие сережки. Ну, это все можно продать. Но, по крайней мере, вот эти два колечка, рублей за 500, может, получится продать серебряные. На авито одним лотом выставить. Убирай все в мешочек аккуратненько. Все. Это же массажер для спины. Бабушки такое любят, поэтому купят рублей за 50 его. 50 рублей в копилочку. Туалетная бумага. Диме как раз надо. Очка лента вот эта. Тут немножечко, но, в принципе, для жопы хватит. Кормилица. Блин, надеюсь, она порадует. Потому что сумочка-то у меня находками-то, он как забит. Она надо добивать. О, май. Ребятушечки. Вот это тема. Это же стойка для света. А как можно было ее выкинуть? А, наверное, просто вот здесь болт потеряли и не могли ее закрепить или что? Она же абсолютно целая. Илюх, прикинь у меня стойка для кольцевой лампы. Ее продать можно будет на барахолке рублей за 100. У меня таких стойк много, мне, в принципе, не надо. О, охренеть, нифига себе. Да ладно. Капец тут одноразок, ребят. Кто-то любит покурить их. Нифига себе. Одноразки топовые. Блин, просто они зарыганные, но ничего. Блин, надо их оттереть чем-то. Вон еще какие. Обалдеть, они все топовые. Здесь все заряжаются. Вот Type-C, они все с зарядками. Тупо все заряжаемые одноразки. Такие одноразки по 3 тысячи стоят новые. По 2. Вот так. Охренеть. Нет, такие, наверное, мы по 30 рублей будем продавать. Потому что это дорогие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 20 умножаем на 10. Получается 200 рублей. 400. 400? Да. Или 200? Рублей 400 вот. Тупо я нашел прям перед вашими глазами. Мусорного пакета. Все в рыганине. Одноразочки вот эти, аж кудишечки. Вот это бомба. Так, что у нас здесь еще? Блин, ребят, с математикой у нас вообще печально. Мы два дебила. О, ты говоришь, ничего нет? У тебя ж тут вот чайничек лежит. Как можно не увидеть такой электрочайник от фирмы Polaris? Ой, так ему жопа, он поломанный здесь. Из подставочки провод вот этот на отсечение забираем на медь и все. С такими чайниками у меня разговор короткий. Ребят, мы подъезжаем к помойке, где Дима жил. И тут какой-то потоп и очень сильно воняет канализацией. Фу, капец. Вонь просто нереальная. О, боги. О, боги. Так тут протечка говна. Нифига там из помойки прям бурлит. Посмотрите. Канализационный люк взорвался. И воняет тут каналией и мочой. Как хорошо, что Дима с этой помойки уехал. Ого, какая-то бочка. Видно, автоселец, какой-то лучший. Тут вообще помойки вывезли так-то. Вчера я тут монеты поднял, аирподсы. Сегодня что это? А, это задняя часть от стула. Там металлические вот штуки. Стребух, залутник. Тортик. Ух ты, в коробочке. Вау, так там салат. Еще какие-то рулеты. Тут рядом Дима бомж живет, которому я помогаю. Давай это ему отвезем. Нифига себе. Прям так. Ну, ёптую мать. Да ну, дец, блядь, встал. О, кормилица. О, вы нас с хаты. Нифига какая борсеточка прикольная, смотри. Зеленая такая. Ее продать за 50 рублей можно. Тут даже молния целая. Все по шмоткам. Термометр. Что это? Детская какая-то бутылочка. Что за шмотки? Где техника? О, походу, слышишь? О, тут что? Смотри. А у меня, походу, вот здесь что-то. Телефон! Прикинь? Это же Samsung Galaxy какой-то. S4, наверное. А, Samsung DOS. Нифига себе, а он целый. Экран целый. Пробую включить. Прикинь, включится? Тетечка какая-то выкинула. Там по-любому этот телефон рабочий, ребят. За 1000 рублей он отлетится с вистом на авито. 1000 рублей в копилочку. Дальше. Что здесь? Календарь на 22-й год? Да, уже не актуальный. Но он так не актуальный. Смотри. Топовый браслетик с черепками. Прикольный. Это мини. Вот черепки мини. Это классные черепки. Пояс целый. За 50 рублей, я думаю, продастся. Зеркальце. Ну, такое фигня. Нормально так телефон подняли. Обалденно. Так, получается 50 рублей сумочка, 50 рублей ремень и 1000 рублей телефон. 1100 рублей подняли. О, работает. Обалдеть. Ребят, это Samsung Galaxy S3 Duos. Вот я его сейчас включаю. Он подзарядился. Это ж когда-то Samsung Galaxy S3 были такие топовые, я помню. У них экран офигенный. И вот он столько уже сохранился времени. Вот, зарядка 1%. Блин, и погас. Блин, ему надо еще поставить подольше. Илюха тут дальше достается. Смотрите, ребят, это топик для спорта Adidas Stella Sport. Коллаборация со Стеллой Маккартни. Обалденная. Целый топик вообще. А, ну тут чуть-чуть. Ну, это фигня. Рублей за 50 продастся. О, одноразочка. С тайпсишечкой. Заряжаемая. Эльфбард. Вот это мы берем. Надо протереть только. Так, Илюха достал вот такую расческу в коробке. Слушайте, я не знаю. Может, ее купят. Ну, по дешевке. Рублей за 30. Она такая подзарыганная. О, голубек. А ты че тут сидишь? Греешься? Да ебатье, уродка. Может, еди в ряде. Пустые, сука. Кормилицы пустые, блядь. Почему они пустые? Где вся техника, блядь? Где все? Где? Что это? Да это кончелыжный плащ. Да хрен его кто купит, Дима? Да нахер он срался? Где вся техника? Где все? Где все? Вот шторы. Это купят, Дима. Шторы купят. Лови. А где вся техника, блин? Я уже злой, капец. Что это за штани? Да это бфри, иксэс размер. Да это шляпа конская, блядь. Где? Гетехника. О, если он там есть, то мы богачи. Прикинь? Где он? А его нет. Падла ебучая. Где техника, блин? Где? О, кормилица хорошенькая. Мне она нравится. Порадовала в прошлый раз меня телефоном. Там что-то шевелится. Я думаю, что там шевелится? Пылесосик. А, так его разбирали. Там уже внутри мотора нет. О, одноразочка. Вот это я беру. За 20 рублей продам. Что-то тут рылся конкурент. Он как-то хреново порылся. Вы нас хаты. О, резинки для фитнеса. Это мне надо. Моей жене надо. А вот это что? Шляпетки. Так, отложим пока. Мешочек Sony от колонки. О, косметичка это купят. О, снимок. О, что это? Babyliss Pro какой-то. Это просто косметичка. А, для стрижки. Babyliss это для стрижки. Чехол, короче. Продастся за 50 рублей. Ребят, вот этот чехол. Вот эту вот штуку. И вот эту. Ну, со всего где-то рублей получится 100 поиметь. Я нашел. Что? Надо видеть камеру. Нашел? Где ты уже успел тут найти? А, возле бака. Да ладно. Охренеть. Ребят, вот это тема. Премьер, луковые колечки. Посмотрите, сколько пачек. Ну, сейчас с Антохой их разделим как раз. По 6 штук на каждого. И дома будем хавать на халяву. Помоечка радует. Срок годности до 10-22. До 10-го месяца. Да, ничего им не будет, да. Это химия одна. Что там будет ей? Забираем, ребят. Круто. Вообще бомба. Ребят, зацените, что произошло. Короче, хотел на вот эту штучку заехать. Но свои возможности я, конечно же, не понял. И в итоге у меня лайба перевернулась. Я вот так вот на козла встал. И все чипсики с кормилицы. Все повысыпались прямо на меня. Блин, ну это прикольно, конечно. Так можно лайбу парковать где-нибудь. И быть. Не, ну вот это нормальный хуй. Что тут? М-м-м-м-ти кормилица так. Так, я вот тут вчера нашел машинки. Всякого рода еще барахло. И пармейка вот эта вчера мне хорошо дала. Журналы тут одни всякие. Не дала, не дала помоечка сегодня. Не дала. Веник вообще новый, совок. Охренеть. Тесно это для меня выставили же. Тупо новый набор. Вот, совок прямой. Веник новый и совок новый. Вот тут стояло. Это точно не дворника. Хотя, может и дворника. Ребят, напишите ваше мнение в комментариях. Дворника это или нет. Но я все равно это забираю на продажу. Веник продам за 100 рублей. Совок за 50. А штаны? Штаны тоже возьмем целые. Да. За 50 продадим. 200 рублей вот. Ого. Да ну нафиг. Офигеть, ребят. Шампанское. Шоколадка. Всякие фрутоняне. Всякие баночки с едой. Какие-то роллы. Что это вообще? 239 рублей. А нигери какие-то со стружкой тунца. Черные бананы. Помидорки. Да тут целый клад еды. Шоколадик. Вот это приятно. Что как? Хороший. Ништяк. Вот это еду. Я не знаю. Ну, я себе только шоколад возьму. Все остальное оставим. Конкурентам нашим. Вот так раскроем, да? Чтоб увидели. Все, шоколад забираем. Помоечка подкармливает. Вообще обалденно. Шмотки. Все. Больше ничего. А вот тут. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Что за шмотки? Все детское, походу. О, нифига. Найк. Ребят, Найк. Дрифит. Охренеть. Мастерка какая топовая. Да ее рублей за 400 продать можно. Дрифит. Найк. Смотрите. Аутер Айрваз. Футбольный клуб. Вот это. Я, правда, не знаю, как он называется. Барселона или чего. Напишите в комментариях. Не знаю. Я просто футбол не люблю. Но мастерка вообще как новая, топовая. Оригинальная. Найк. Нифига. Тут бренды какие, ребят. Томми Хилфигер. Пола. Размер М. Обалдеть. Ее можно за 100 рублей эту футболку продать. Томми Хилфигер. Вот такая новая стоит в магазине. Тысячи три с половиной. О, куколка. Ее продать за 50 рублей может получиться. О, нифига в коробке ремень женский лежит. И неплохой, целый. Первый раз эту кормилицу лутаем. Обычно мы ее мимо проезжали. Халахуп. Если он в комплекте. Да, забери. Рублей за 50 продадутся. Халахуп, ребят. Рублей за 100 продастся. И тут, походу, все эти штуки. Весь комплект. Тут игрушки советские. Вот эти две. О, еще советская игрушка. Да, цена 1 рубль 20 копеек. Ну, рублей за 50 мы все эти игрушки продадим. Нормальная тема. Это ж можно вот так делать. О, что-то в коробках. Проверяем. О, найкосики. Ништяк. Оригинальные. 39 размер. Смотри, какие топовые. Целые абсолютно. О, фила. Смотри, в какой-то грязи выкинули что ли. Потому что они грязные. 39 размер. Ну, это не ориг, но рублей за 100 купят. Целые вообще абсолютно. Держи. Найк-то дай сюда. Второй-то я еще не нашел. О, шарфик, актуалочка. Сейчас сезон купят за рублей 20. А вон второй Найк. О. Ой. Ой. Нырнул за кроссовком. Нашел там параллельно отвертку хорошую. Зацените, ребят. Найк. Блин. Кстати, по поводу орига я поспешил. С выводами это паль. Но все равно они как новые. Просто немного в пыли. 39 размер не особо популярный. Но все равно купят рублей за 300. Это не котях. Не переживай. Вот, отверточка, топчик. Так, посмотрим. А, я еще там достал колбу от кальяна. Прикинь. Колбу забираем. Пусть она поцарапана. Но ее можно перекрасить. И все будет окей. Колбу купят рублей за 100 в таком состоянии. Может дешевле. Спасибо за покупку. Пожалуйста. Опа. О, подушечка на продажу. Хорошенькая. Рублей за 100 купят. Ты подушки видел, сколько новые стоят? А почему мы спим на бушных подушках во всяких этих отелях и съемных домах? Чувак, давай вот попробуем ее продать. И все. Чтобы знать на будущее, покупают подушки на барахолке или нет. Я думаю, ее за сотку со свистом купят. Давай ее осмотрю повнимательнее. Тем более она с чехлом. Вообще обалденная. Обалденная. Без всяких потеков, красных пятен там, кровяных и так далее от клопов. Антенна телевизионная за 50 рублей продастся. Дима, дай мне порыться нормально. Дима. Все хотят порыться. Отойди от меня. Слышь. Да все, давай успокаивайся. Так, ребят, короче, нашли плойку вот такую, керамическим покрытием каким-то. Но ее рублей за 100 купят. Антенну за 50 рублей купят. Антенна для телека нормальная такая. О, мышка проводная. Ладжитэч. Ну, это рублей за 50 купят. И то не факт. О, а это что за? Куртка или что? Чехол? Что это? Платье. А, это парикмахерская фигня. Парикмахерская накидка. Берем, за 50 рублей купят. Короче, 200 рублей в копилочку с этой кормилицы. Карточки всякие. Парикмахерская, что ли, выкинули? Вот. Дим, забирай технику. Да где? Там приколюха лежит. От спутниковой тарелки голова на 4 выхода. Вот это рублей за 100 может кто-то купит. Я первый раз в жизни такое нахожу, кстати. О, обувь. Вот эти более-менее еще целые вроде как. Кроссовочки. Такие рублей за 50 купят. О, а вот это уже актуальная сейчас находка. Ботинки утепленные. Это рублей за 100 может возьмут. Плюс 150 рублей в копилочку. Две пары обуви. Держи. Так, яблочки. Вау, сколько яблочек. Дим, зацени, что нашел. Передернешь затвор. Вот пара перчаток за 50 рублей такие купят. О, новые колготки походу. Вот эти точно за 50 рублей уйдут. Вот тут интересный вынос с хаты походу. А, так тут целая аптека. Просроченные лекарства? Нет, до 24 года. Обалдеть. Это же медкарта чья-то. Тут антибиотики по-любому есть. Тут непросроченные лекарства. Повыбирай. А вот это приколюха. Не просроченные вообще. Вот эта тема. Блин, не хочу о плохом, но придется. Как будто кто-то умер. Да, но тут можно что-то налутать нормальное. Вот сумка как новая. И внутри даже кошелечек маленький такой. Денег в нем нет, конечно. Но пусть будет. Он советский. Пойдет в комплекте к сумке вот так. Спортивная курточка нормальная. Демикс старого образца. Вот хорошая куртка. Дима, ну посмотри, может себе оставим. Тебе или мне. Да, неплохая мне понравилась. О, вот она. Моя сладенькая. Моя ненаглядная. Кормилица. Тут кто-то побывал. Да. О, нифига себе. Нам оставили. Это для салфеток, блин. Рублей за 50 продать можно будет. Коллекцион. Десигин из Англии. Made in Англия. Сделано в Англии, короче. О, латунечка. А не. Надо проверить, латуни или цинк, или дюраль. Держи. Чувствуешь запах? Ты в говно вступил? Да, капитально. Ой-ой-ой-ой-ой. Так это дресня, чувак. Фу. Свежая. Фу, чувак, фу. Очень воняет. Прикину, а тебе одену. Да иди протри лучше. Они ж целые. Чё их выкидывать? Я тоже в этих Найков в говно вступал. И чё мне их выкидывать? Не хочу. О, ашкуди, я смотрю, огромная. На, вот носками вытри, какие-то носки нашёл. А ты ещё лучше. Так одним носком. Фу. Фу, я не... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, чувак. Не, вот эту ашкудишечку я возьму. А где насрали там? Ну там, за тем баком. Посмотри. Ой, так ты, блин, под ноги смотри. Обалдеть, там куча огромных. Фу. Нифига себе, ашкуди. Ещё и заряжается. С той псишечкой. Такое за 50 рублей можно продать. 50 рублей в копилочку, ребятки. И вот это вот тоже 50 рублей. Короче, 100 рублей. Неплохо, неплохо. Блядь. Да что ты тут натоптал-то говно свои? Вон там тоже говно. И тут говно. Нет, это не латунь, блин. Фу. Так. Кормилица. Кем-то уже подрана. Вау, визитница? Или это такой кошелёк? Интересно. Это обложка, вот сюда паспорт вставляется. А это вот такой чехол для всяких бумажек. Ну вот в таком образе. Мне нравится это побольше. Да, кстати, такая обложечка на паспорт интересная. Блин, кто-то вот порылся и вот так вот всё раскидал некрасиво. Коробка от часов. О, нифига себе, так это кожаный ремень. Дизель. Ребят, обалдеть. Ремень дизель кожаный, целый абсолютно. Обалдеть. Так вот этот ремень можно продать за нормальные бабки. Такой кожаный ремень можно продать рублей за 300. Спокойно. Дизель. Да он в магазине в районе 4 тысяч, наверное, стоит, если не больше. Обалдеть. Ой, вот такая вот барсетка лакост. Правда, она дырявая, но ничего страшного. Поясная сумка, точнее, лакост. Обалдеть, оригинальная. Чё, здорово. Вы чё, помойки расхищаете? Конкуренты? Ах, падлы. А я уже ремень дизель нашёл, пацаны, кожаный. Вот эту сумочку, короче, продать можно рублей за 100 на барахолочке. Да. Ну, она подранная, но ничего страшного. Чё нашли? Да пока ничего. Много чего. Много чего, в общем? А сегодня что? Катриджи. Лутаетесь для чего? Чтоб заработать? Это чисто поебинар. По кайфу, да? Нет. Чем тут кормилица-то ещё порадует. Кто-то тут уже, короче, порылся, пацаны. Так самое интересное, что вот там он оставил вот этот чел, кто тут рылся. Ремень кожаный. Вот ещё один, походу, кстати. Ну, это тоже можно продать, кожаный ремень, вот этот, рублей за 100. Он, правда, чуть потрёпанный, но, видно, кожа натуральная. То есть, 100 рублей в копилочку. И вот этот ремень дизель, это 300 рублей в копилочку. Значит, 400 и 50 рублей за сумку. А, ну и вот это записят. Короче, ребят, вот это всё можно продать за 500 рублей. 500 рублей в копилочку. Два кожаных ремня, чехол на паспорт и вот такая сумочка. Тут бомжи переодеваются, кстати. Это их любимая помойка. Чё за бренд? Это тут была? Да. Вон там закрытый в бочок. А, да это бомж, блин, переодевается, я же говорю. Что? Опа. Блин, я подумал, деньги. Блин, топовая вообще. Помойка кормит, одевает. Понятно, я не смотрел, ребятушки. Я так и понял уже. Короче, ребятушечки, вот эту курточку я заберу, я её отстираю, буду зимой таскать. Фирменная Риба куртка, правда, размер XS, но, в принципе, я думаю, она мне подойдёт. Её отстирать и, в принципе, эта куртка ещё побегает. Ну, тут кормилица закрытая. Пин-код, вроде бы, вот он, отгадал, заходим и смотрим. О, сразу какой-то блок питания. А это не блок питания, это депилятор от фирмы Браун, Silk Apple 3. Так его продать можно спокойно, на барахолке даже, рублей за 100. Ребят, я уже сегодня был на этой помойке, но на обратном пути подумал, почему бы ещё разок не заехать. Вот какие-то наушники. Soundtronics наушники, они все облезшие, ну, все потрёпанные, но, может, их купят рублей за 50. 50 рублей в копилочку, ребятушечки. Аккумулятор от ноутбука тоже купят рублей за 50. Так, чё тут ещё будет? Посмотрим. Я думаю, тут что-то ещё должно быть. Пакетов накидали много. О, нифига себе! Да ну нафиг! Это, ребят, походу, оригинальный чехол для айфона, но для 11-го, да. На мой айфон не подойдёт. Это для айфона 11 или для айфона 12. Обалдеть! Оригинальный, ребят, с кружочком. Такой новый чехол тысяч пять стоит, но он потрёпанный. Вот здесь вот погрызанный, вот здесь. Но я попробую его продать, может, его купят рублей за 50. Я надеюсь, это, кстати, не подделка, а настоящий ариг. Похоже на оригинал, на самом деле. Очень качество хорошее. Ух ты! Ты зацени, корзина с супермаркета и даже не одна. Ого-го-го! Там что, мега-телега? А ну-ка, дай-ка посмотрю. Ой! А что это такое? Это что за тележка такая интересная? Дима, неужели она нам понадобится? Куда-то мне сзади прицепить. Или тебе на велик. Вот такую вот корзиночку. Она даже, он на проволоке держится. Её снять можно. Это мега-багажник, ребят. Это просто пушка будет. Может, забрать её? Блин, сейчас подумаем. Ну, я бы забрал. Это топовая корзина для находок. Помойка дарит то, что нам надо. Хотя можно было бы её на металл сдать. Но лучше мы корзинку снимем эту и увезём как-нибудь. Она нам точно пригодится. Тик-дик-дик-дик-дик-дик. Как-как-как кормилица. Кормит. ой-ой это чего вы нас хаты высыпался сейчас чехол от айфона какой-то ой-ой-ой какой-то наркоман как будто выкинул поломанная зажигалка куча всякой фигни кусочки от чего-то о ошкуди все больше ничего тут нет зажигалка хотя бы рабочие до обувь порезали капец чтоб никому не досталось от наших так делать а вот чё за люди чего у них за мысли в голове вот зачем вот это делать напишите в комментариях зачем люди вот так делают это же бред просто но ты же вещь выкидываешь ты и относил зачем ее резать жди по никому не досталось но какой в этом смысл типа люди в носили дальше зачем вот это так поступать это очень подло и осуждая вот это вот вот это осуждают о нифига ся слышь умбра умбра а это умбра с рынка кстати паленая умбра паль видно сразу но одна разочка хотят нашлась а шкуди о интересные тут пакеты вот тут как будто вы нас хват и вау ёршик вот это тот для бутылок может за 10 рублей кто-то купит тут рочка только поломано о косметичка да в принципе нормально вот такое купят за 100 рублей вот такую косметичку она вообще целая просто слегка грязная плюс 100 рублей в копилочку а это по диминой части три пары колготок по 20 рублей зимон продает это диме чисто возьму диме пока нет сегодня со мной о сигналю этой кормилицы чтоб она мне подарила что-то топовое это вторая загородная кормилица в элитном районе где живут мажоры так смотрим наполнитель от лотка у них наверно у всех вот эти вот прислуги обитают да и мусор за них выкидывают и прислуги себе забирают все вершки все самое топовое до помойки доходит одна лишь шляпа вот типа такого газона и ничего ценного короче где реально вынос из хатов мажоров где мажоров техника iphone вот это все ребята обычно ночью я не снимаю но лутаюсь без камеры по ночам короче мы сейчас пацанами подъехали на помойку и тут очень удивительный вынос посмотрите в этих сумках сколько кубков мы подоставали и какие хочешь кубки есть фестиваль конкурс русский берег 2011 года второе место город геленджик и здесь этих кубках вот первое место первое место кто-то ж блин всю жизнь ради этого старался дачу то делал потом в итоге все его заслуги оказались на помойке удивительно всякие медали вот я думаю это купят на барахолке правда я не знаю почем это вообще купят ну наверное рублей за 200 мы их все продадим может дороже я не знаю первый раз такое нахожу вот всякие колесики а кстати тут три колеса не 4 но все равно возьмем но кубки это удивительно обалдеть были по не пищу из настоящего золота ребят короче вот в этом месте мы сейчас лутались мы нашли вот такие два топовых смесителя вот этот весит примерно два с половиной килограмма и этот где-то два килограмма короче это смесители от бренда с к вот этот дима себе на умывальник поставит а вот этот я себе поставлю только у тут какая-то дыра но я сюда заглушку подберу заглушу этот эту дырку и будет у меня топовый смеситель ребят такой смеситель наверно новый под 10 тысяч стоит он очень тяжелый и вот этот тоже топовый это все премиальные бренды с помоечки такие смесители редко в нам попадаются но это нам надо домой помоечка дарит водоснабжение ребятушки выехали короче в ночь залутать помойки и вы посмотрите насколько сильно забиты наши транспортные средства находками аж роли ломятся заехали в магазин чисто перекусить по бы реку и сейчас я вам сделаю быренький обзор наших находок набрали кучу коробок для того чтобы упаковывать посылки тут всякие пакеты это с вещевидные они здесь куча всего с помоечки очень много вещей сегодня помоечка дала прям капец у кормилица радует чем она блин шашлычка так захотелось дим вот реально чё в сумке у нас чуть такое капец тяжелый чего дима ты чё ебанутый слышь куда ты поехал для дима эти ребят он сваливает я походу пистолет нашел тяжеленный дима для он он уезжает зачем он это сделал блять он вообще неадекватный что ли если это настоящий пистолет то его сейчас просто ну остановят и это все это тюрьма дима для у меня очень не слышь что он короче сваливает пиздец блять ребят неужели он меня хочет кинуть на топовую находку это походу настоящий ствол был все он спетлял ребят я просто поражен поступком дима я его в итоге не смог догнать он свалил я без понятия где он я сейчас буду пытаться ему звонить прям я без пони он выключил телефон сука он выключил телефон он у меня спиздил топовую находку пистолет ребят просто я в ахуе реально я просто в шоке где его те рискать я не знаю но сейчас облутая все помойки поеду к нему домой выстукивать ему потому что пистолет я нашел он у меня отобрал его в итоге я диму поймал но то что было дальше это пипец ствол оказался настоящим мы даже из него постреляли но потом приехала полиция на ю тубе из-за правил не могу это показать мне пришлось это выложить на рутуб канал если хотите смотрите полную версию всего того что произошло по ссылке в описании надеюсь рутуб не удалит это видео ближайшее время вообще ситуация конечно пиздецовая